Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить такую игрушку, как University of War. Мы продолжаем проходить кампанию The Masari, и, знаете, нам предлагают здесь немного новый вид геймплея, потому что нам предоставили полностью глобальную карту, теперь мы свободны в выборе, куда нам отправиться, но нашу свободу, на самом деле, очень сильно ограничивают вот эти области. А если мы хотим отправиться в Северную Африку, например, нам придется захватить Сахару, если мы решим отправиться в Амазонку, то нам вообще, по-моему, дофига чего придется захватить. В общем, не все так просто, как кажется на первый взгляд. В итоге мы должны захватить, по-моему, все области, либо добраться до очистителя, или найти его. Где находится очиститель, я не знаю. Ну, я думаю, методом научного тыка, путешествуя по всем областям, мы его найдем. Также у нас есть улучшения, которые мы можем произвести, и также мы можем создавать для себя армию. Давайте сделаем, знаете, что несколько, наверное, апостолов для нашей армии, и сделаем какое-нибудь, изучим какое-нибудь улучшение. Ремонт. Стратегическое улучшение командования правления. Вместимость транспорта. Ну, вот она, видимо, вместимость транспорта. У нас 16 с 50. Ну, этого и то намного. Контрразведка. Основная оборона. Дополнительное вооружение, которое наносит урон вторгающемуся флоту противника на стратегической карте. Ведет огонь по боевым единицам противника на тактической карте. Интересно. Давайте изучим. Также давайте еще создадим немного войск. У нас 8 апостолов. Создадим, наверное, двух гонцов. Создадим двух инквизиторов. И отправимся... Давайте вот в Конго, наверное, отправимся. Это ближайшая для нас территория. И наиболее интересная. Кстати говоря, пока мы тут чем-нибудь занимаемся, да, идет время. И тем временем прошло уже немало-немного, а 5 дней. Мне кажется, если сильно-сильно это все затягивать, то мы не сможем... То мы проиграем, в общем. Также можем посмотреть то, что почти всю Европу и Россию и вообще Азию захватили новосы. Их контролируют. Южную Америку контролируют иерархи. А у Массари пока очень мало территорий, которые они контролируют. Ну да ладно. Вообще, знаете, я думаю то, что мы сейчас захватим Конго, да, и после этого я все остальные территории буду захватывать вне серии. Потому что, ну, ничего интересного тут происходить не будет. Мы просто будем летать по территориям, увеличивать свою армию и захватывать новые территории. Возможно, я их даже запишу и выложу, но точнее всего это будет без комментариев. Ну, тут реально будет однообразный геймплей, понимаете? То есть мы будем пролетать на территорию, мы будем строить базу, будем создавать войска, мы будем громить вражескую базу. Все. И так вот на всех территориях, которые принадлежат иерархии. Так, мы изучили наше улучшение. Кстати, у нас еще одно улучшение есть. Изучим, наверное, потом. Давайте отправимся в Конго. Так. Вот транспортник. Как он называется? Никак он не называется. Управляемся из Восточной Африки в Конго. Противник наверняка будет оборонять Конго. Может быть, если у нас была бы армия больше, он бы не оборонял, но вероятности, конечно, мало. Да, противник защищает территорию Конго. Замечательно. Боги очнулись от 10-ти тысячелетнего сна, и они в гневе. Спасаясь от иерархии после поражения в Великой войне, Массари нашли убежище на планете, расположенной вдали от галактических трасс. На земле. Тогда человечество было примитивной расой кочевников, обитающих в пещерах. И все же Массаре удалось понять, что эти разумные существа обладают большим потенциалом. Массари стали помогать развитию человечества, направляя его по только им известном пути. А потом удалились в океанические глубины. И вот настало время пробуждения. На землю прибыла иерархия. Как-то, ребята, не особо, на самом деле, помогали человечеству в развитии. Я бы сказал то, что... Ваша помощь, видимо, сводилась к минимуму. Так, у нас есть архитектор. И, естественно, самое первое, что мы должны построить, это... Цитадель. Включаем сразу же карту, смотрим, что тут есть. Тут есть постройки, которые можно захватить. Хватаем постулы и начинаем захватывать. Тут турельки, кстати, стоят. Лазерные турельки человечества. Неплохие штуки, я думаю, они нам пригодятся. Пока неправда не дойдут, а их уже может захватить противник. Да ладно. Что у нас ещё есть? Гонцы есть и... Ой-ой-ой, враг изучает технологии. Давайте тоже изучим. Пойдём опять по тёмному пути. Там обычно раздают печеньки. Так, также нам дали нового героя, лорда Караса. У него есть несколько интересных способностей. Во-первых, он может включить бешенство. В бешенстве он... Чуть-чуть неуязвимый. В общем, наносит больше урона. И у него есть ещё такой вот... Тёмный вихрь. Ну, это в тёмном режиме. По-моему, это что-то типа ОЕшки. В сеттном режиме у него там другая способность. На самом деле, читать это всё у нас пока нет времени. Нам надо выстраивать базу. И нам надо это сделать как можно быстрее. Играем мы на высоком уровне сложности. Напомню. Так, противник нас уже разведывает. Так, у нас нет ресурсов, да? Так, захвати вот это. Как называется? Термоядерный реактор. Даёт разные бонусы, разные фракции. Иерархию хилит. У технократов я не помню, что делает, но можно будет прочитать. А у новусов он... Ой, новусов, говорю. У Массари он предоставляет ресурс. Сам в начале игры это то, что нам нужно прям. Так, всё ещё не построили? Нет, построили конвектор. Один есть. Строим их по максимуму. Да ладно. Вот сюда поставь тогда. Здесь я видел много турелек. Да, вот ещё турелька. Где-то на арху ещё турелька была. База вражеская должна быть где-то вот здесь. Не подумайте то, что это хорошо сразу сориентировался на этой карте. А я её видел. Она есть среди карт для сражений. И я на ней один раз сыграл, да. Разработчики не были слишком оригинальны. Они использовали карты, которые у них, собственно, и были. Так, давай, иди к следующим. Так, что у нас на базе творится? У нас много ресурсов скопилось. Ну, как много? Относительно много для Масари. Наш враг изучает там новые технологии. Это меня совсем-совсем не радует. Потому что мы пока ничего не изучаем. И, по-моему, изучать не можем. Да, у нас всего лишь одно исследование. Врага тут явно будут преимущества над нами. Причём такое, знаете, не слабое, по-моему. Ой, ресурсы-то, да. Ресурсы-то всегда хорошо. Так, захватывай. Архитекторы. Чем наши архитекторы занимаются? Все работают. Можем, кстати, ещё одного архитектора сделать. Потому что двух явно мало. Не справляются они у нас. С поставленными для них задачами. Так, ещё турелики были. Да, тут ещё много турелек, сейпасим, которые можно захватить. И от слабых атак противника Они, думаю, нас защищат. Мы сможем развиваться более-менее спокойно. Но только от самых-самых слабых. Так, купол знаний. Так, всё, мы построили максимум конвекторов. Это не может не радовать. Теперь у нас будет неплохая... Неплохая... Неплохая прибыль ресурсов. Сам сказал, сам не понял, да. В общем, проблем с ресурсами у нас возникать в скором времени не должно. Давайте так же выставим барону базы. Но только не здесь, а где они подальше, наверное. Захватывай. Хм-хм-хм-хм. Ах уж, ленивый архитектор. Так, в чём дизайн? Мне нужна мастерская. Причём, она мне нужна была уже минут пять назад. Так, купол знаний. Почему мы не достроили купол знаний? Господа хорошие. Вот, я очень, на самом деле, сильно опасаюсь то, что иерархи уже сейчас пойдут в атаку. А мы к ихней атаке совсем не готовы. Нас просто сомнут. Давайте, кстати, сохранимся. Что-то после что не начинать с самого начала. Окей. Есть, потому что у меня всё-таки такие подозрения, что мы не справимся с первого раза. Хотя, конечно, будем стараться. Мне очень хочется перезапускать здание. И начинать всё сначала. Так, что я хотел? А, купол знаний. Надо улучшение изучать. Они довольно долго изучаются. Но при этом они нам очень и очень нужны. Это уже атакуют наши турельки. Но мы вроде бы всё захватили в этом городе. Всё, что можно было захватить. И теперь можно сконцентрировать наше внимание на базе. И на создании армии. С ресурсами проблемы надо срочно улучшать конвекторы. Чтобы избавиться от этой проблемы. Так. Давай-ка ты поможешь вот этому конвектору. Нас по-прежнему разведывает противник. Что-то он хочет у нас тут узнать. Не знаю что. В принципе, и так понятно, что мы строим. Так, у нас пять же конвекторов. Да. Раз, два, три, четыре. Хотя нет, погоди. Раз, два, три, четыре. У нас четыре конвектора. По идее, должно быть пять. Текущий мид, пять из пяти. Где пятый? Раз, два. Я потерял пятый конвектор. Не, ребят, не смешно. Раз конвектор. Два конвектор. Три конвектор. Четыре конвектор. Где пятый конвектор? У меня нет пятого конвектора. Либо я... Совсем ослеп. Либо что-то тут явно не так. Так, еще раз. Конвекторы. Сколько можем сделать? Текущий лимит. Пять из пяти. Где же мне интересно знать наш пятый конвектор? Ладно. Не знаю, что это такое. Как бороться с этой проблемой. Но конвекторов у нас столько, сколько есть. Больше не будет. По крайней мере пока. Так, изучаем запретные знания. И сразу же будем делать супероружие. Так, так же нам понадобится еще одна мастерская. Так как с одной мастерской... Ну... Мы далеко не уйдем. А на мастерской довольно долго делаются. Юниты? Нам нужно две штуки где-то. Так же нам понадобится два портала, конечно. И много-много-много апостолов. Сюда поставим. Ну... Поехали. так хорошо вроде бы все идет более менее терпимо здесь термоядерный реактор не считается за конвектор потому что это было бы очень очень не кстати что такое потерянные тут кто атакует нас сборщик у него тут был так окей мы чуть-чуть попортили его экономику это меня радует так что с моим порталами готовы можем мастерскую строить да можем на что происходит а его захватить пытаются смотри какой дерзкий убей его убей пожалуйста 6 есть он его успел убить вот чуть не перезахватил нашу турельку вот дерзкий а окей ладно будем знать то что вы любите такие фокусы а что с моим супероружием нужно 450 ресурсов опять но они так сломать скоро эту турельку к сожалению к нашему к сожалению конечно же вот наконец таки можем делать супероружие у него кстати супероружие уже есть сейчас покажу как я понял вот она картинка спрос материи через три минуты примерно через три с половиной минуты он уже применит его на нас поэтому нам надо что нам надо сделать надо подготовить армию собственно и пойти в наступление попытаться не дать им атаковать нас тяги работой так понятно а кто строил мастерскую кого-то видимо отвлекли от работы ну да ладно она в принципе важнее и быстро когда строить с про оружие понятно и у нас лимит войск уже есть в принципе это хорошо можно будет скоро пойти в атаку Ой-ой, они перезахватили нашу, 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 нашу постройку. Это не очень хорошо. Это еще что такое. Хорошо, что с нашими войсками? Да создаются, окей. Скоро пойдем в атаку, давайте сохранимся, прежде чем, собственно, выступать. Наш противник иерархия. Что это значит? Это значит, что там будет много-много шагоходов. Ну, максимум три. И, естественно, они будут прокачанными, естественно, они будут серьезным противником для нас. Струкшн, стрекшн. Так, хорошо. Мне немного не до него. Вроде бы вот все наши войска. И мы уступаем. Где герои, кстати говоря? Вот он, герой. Эти задания интересны тем, что если мы теряем героя, то ничего сверх страшного не происходит. Так, давайте пойдем не через город, а по верху пойдем. У него, в принципе, база где-то там. Конфликт орайзис. Замечательно. Что там за конфликт? С кем конфликтуем? Понятненько. С воинами. Ага, тут турелька у них тоже была. Придел сломать ее. Кто мне там атакует? Дисколеты. Угу. Поглотители, я вижу, твои. И вот он, шагоход. Так, переключаемся в светлый режим. Начинаем его быстренько ломать. С базой с нашей там ничего страшного не произойдет. Ну, стреляйте, ребят. Огонь сюда. Господи, куда-то не туда. Бьют, на самом деле. Так, герой сейчас наш умрет, да. Но здесь-то не страшно. Так, отлично. Один готов. Сейчас пойду второй и третий, наверняка. Уничтожаем с чего? Войска, естественно. Чтобы они нам тут не мешали. Вот и второй шагоход. Этот, он даже не успел закончить. Смотрите-ка, он не улучшен. Ну, вот сейчас быстренько сломаем. Отлично. Отлично. Готов второй шагоход. Ломаем третий. Вот это, конечно, посерьезнее будет шагоходом. Так, он сброс материи применил. Надеюсь, не на нас. Нет, он на базу его применил. Все нормально. Так, резче-ка, быстренько убить этого гада. Блин, надо выводить их, на самом деле, из этого ядовитого облака, которое образовалось после смерти шагоходов. Сломайте поглотителя, отлично. Что у него осталось? У него тут бегают много вот этих потерянных. Он монолит. Куда-то отправился. Турелька. Сломать турельку, быстро. Он там что-то строит, он психотрона строит. Сломать. Отлично. Так, что с моими войсками? Почему мне не подчиняетесь? Не подчиняйте слова. Это не подчиняйте? Так, хорошо, мы довольно серьезно продамажили. Очень много нанесли ему урона, очень много сломали шагоходов, там, сломали ему резчиков, сломали ему добытчиков ресурсов. И я думаю, у него должны начаться кое-какие проблемы с экономикой и со всем остальным. Так, куда этот резчик пошел? Но это, скажем так, явно не конец для него, по крайней мере. Так, Мстители у меня тут еще валяются, да? Он сейчас будет строить новых шагоходов, и наша задача, естественно, не давать ему их строить. Сносить символы, которые он будет рисовать. Но я пока не вижу символов. Так, куда ты пошел? Вернись на базу. Конфликт. Посоздаем нашу армию, как можно быстрее. С ним было готово супероружие, про него я совсем забыл. Бывает такое, да. Сейчас спросим супероружие. Главное найти его базу. Кстати, давайте сохранимся. Все было довольно неплохо, и сейчас ситуация у нас гораздо лучше, чем у нашего противника. Есть все шансы на победу. Отлично. Тихо-тихо-тихо. Кто тут резчик, а что он тут делает? Уничтожьте его. Резчики, ну, не очень, конечно, дорогие, но все равно, их стоит уничтожать. Это довольно важно для иерархии юнита. Покажите мне его базу, пожалуйста. Где-то она... А вот она, вот здесь его база. Супероружие нельзя применять. На область, закрытую туманом войны. В отличие от тех же игр CNC. Это, конечно, не очень круто. Так, ну хорошо, вот сюда вот его могу уже применить. Тут много чего ему сломать. Конфликт. Я создаю конфликт, надеюсь, в этот раз. Нет, не я. Да-да-да, вы не можете сделать больше, я знаю. Так, что у нас тут? Что он... А, на этот стадель он сбрасывал свои войска. В принципе, ничего не сломал. О, не войска сбрасывал, свое супероружие. Проблема в том, что он скоро сможет еще раз применить свое супероружие. Это меня не очень радует. Ого, энергощит. Авиация, уязвимость, техника, пушка противовоздушная оборона, совершенство. Теперь энергощит отклоняет некоторые заряды, летящие в страж небес. Понятно, круто. Ну, эти стрельки тоже можно улучшить. У меня сейчас много ресурсов. Пока мы были в атаке, мы скопили большое количество ресурсов, поэтому сейчас я их трачу. Конкерер, сообщение о правде. Моя言а – это моя бомба. Кстати, он убил наших архитекторов. Это не очень, тоже круто. Так, разведывает. Он скоро скинет свое супероружие опять. Кстати, супероружие я так и не увидел, куда он его построил. Видимо, он-то сделал как-то очень хитрый. Так, минутку. Итак, продолжаем. Что у нас осталось? Армия, армия. Ой-ой. Что я делаю? Ну, создается. Слушайте, ну, нам, наверное, будет маловато все-таки. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, понятно. Ожидаемо. Оружие на нас применил. И сломал один конвектор. А, он наше супероружие разнес. Вот это печаль, беда. Но он за это ответит, слушайте. Говню, как... Как он... А, я понял. В прошлый раз наше супероружие устояло, потому что мы были в темном режиме. У супероружия был щит, который его защитил. В этот раз щита не было. Его, естественно, разнесло на раз-два-три. Так, моя армия почти готова. Скоро пойду в атаку. Героя восстановить, по-моему, нельзя. Я надеюсь, когда мы закончим, нам не скажут, что, ребят, задание провалено только потому, что... Потому что ты потерял героя. Это будет очень... Очень-очень подло. Так, ну давай быстрее, архитектор. 93, 95. Ты будешь строить супероружие новое. Так, нет, не это, не... Не авиамастерскую. Где моя армия? Вот она, моя армия. Кстати, какая-то маленькая получилась, по-моему. Да ладно. Что имеем, то имеем, да? Вперёд, ребята, вот так. Многоватый вот раздел захватчиков. Захватчики, они не очень прочные, довольно быстро ломают, особенно шагоходы. Надо делать больше апостолов. Они более живучие и, по-моему, вносят гораздо больше урона. Так, ну у него на базе наверняка уже есть, как минимум, один шагоход. Этого следует, естественно, ожидать. Вот что мне не нравится у Масари, так-то у ихних юнитов нет никаких способностей. Ну, за исключением захвата зданий. Ну, это такое, это мелочь. Хотелось бы больше, намного больше. Помните, у новусов, у ихней основной, не артиллерии, а как-то что-то называлось-то. У основного ихнего танка, пустошитель назывался вроде бы он, у него была такая способность, как АОЕшка. То есть он раскидывал в разные стороны снаряды такие, которые взрывались. Наносил очень большой урон. Это было очень эффективно против тех же шагоходов. Здесь же, к сожалению, ничего подобного нет. А где твои шагоходы, приятель? Слушайте, да мы его сейчас так разнесем, походу. Давайте сохранимся. Да-да-да, напоследок. Ну, вдруг, мало ли, что произойдет. Вдруг он сейчас нам на голову скинется при оружии. Хотя нет. Такого быть не может. Ну, давайте, ребят, езжайте быстрее. Так, есть воины, значит, один шагоход у него все-таки есть. Да, вот шагоход его. Психотрон. Не улучшенный, правда, пока совсем. Водима, нечем было ему улучшать его. Сейчас мы его взорвем. Отлично, чуть-чуть надо отойти, чтобы он нас не накрыл вот этим ядовитым облаком. Так, там второй шагоход есть. Вижу, вижу. Где второй шагоход? Второй шагоход почти не улучшен. Вот сейчас быстро-быстро сломаем по этому. Он у него супероружие, кстати, стоит. Отлично. Так, рейсчик, что там уже рисуешь? Прекрати. Так, я как-то ненароком переключился в темный режим. Да ладно, у него остался только сброс материи, который мы сейчас довольно быстро сломаем. И это однозначно победой, господа. Все? Нет, к сожалению, не все. Забыли мы один момент. Эта игрушка называется Universe at War. И здесь, чтобы закончить, собственно, здание, надо уничтожить все войска. Так, нет, что ты делаешь? Абсолютно все. То есть нам надо найти все здания, которые он захватывал. И все ублуждающие по карте войска. Это не очень, конечно, приятно, но... Особенно, когда у вас нет никакой разведки. Ну, куда деваться, как говорится, да? О, вот. Вот ходит поглотитель, например. И вот здесь у него захвачено здание. Поглотитель, кстати, по-моему, идет к нам на базу. Так, где мой архитектор? Вот он, мой архитектор. Я хочу сделать авиамастерскую, сделать парочку летающих юнитов. С их помощью мы довольно быстро сможем по карте перемещаться и находить оставшиеся его войска. Лысочка такая. Так, вот у него реактор. Который мы сейчас быстренько выстрекаем. А, все, последняя постройка была. Замечательно. Или я... Я маленько не понял. Мы не успели сломать реактор, но мы победили. Хорошо, мы захватили Конга, или что мы сделали? А где наш герой? Мы же героя потеряли, господа. Что нам теперь делать? А, так он... Понятно. Могли бы дождаться, пока он риснется, а можем его сразу же риснуть. То есть... Так, вручную. Нам дали какие-то новые подсказки. А чтобы построить... Возвести постройку на стратегической карте, выберите программу строительства, расположенную в центре. Недавно захваченной территории. А затем укажите тип постройки. В центре. Так, выберите пинтаграмму, находящуюся в центре, недавно захваченной. Мы не захватили, если по всему территорию, либо я не знаю, что с ней не так. Для подготовки войск на кораблях, флота, выберите героя, зачем укажите нужные войска. Хорошо. За счет от супероружия нам надо сделать, потому что... Это вещь очень надоедливая. Для нас, по крайней мере. Так, а вот, понятно. Мы должны были прилететь сюда. Что мы можем строить? Энергетический магнит. Эти сооружения стратегической карты являются центром накопления энергии сбора ресурсов в Массари. Каждый новый энергетический магнит увеличивает доходы расстройства за счет новых ресурсов и энергии. А также повышает лимит ресурсов в дальнейшем в ходе сражений на тактической карте. Энергетический магнит будет выполнять роль штаба. Центр подготовки и центр исследований. Давайте поставим сюда добытчик ресурсов. Так, вернись пока сюда. Блин, стратегическая карта, конечно. Так, что мы можем здесь возвести? Я хочу сделать защиту от супероружия, потому что в прошлый раз оно меня очень сильно доставало. Один раз он своим супероружием вынес мое супероружие. Это было крайне неприятно. И поэтому, прежде чем отправиться в Сахару, да, я думаю, мы сделаем новое супероружие. Новое супероружие. Что сказал опять, сам не знаю, да? Сделаем защиту, конечно же, от супероружия. Блин, 250-й день, есть ресурс. Здесь мы тоже можем что-то возводить, да? А сколько он ресурсов даёт? По-моему, он вообще ресурсов не даёт, да? Смотрите-ка. У тебя построили, ты должен кормить меня ресурсами. Ого, у нас теперь нет общего войск. Как так? Что это значит? Погоди. 33 из 33. Ого, понятно. Ограниченное количество каждого войска мы можем делать, к сожалению. Ладно, сейчас мы создадим немного войск и отправимся на Рассахару. Пока можем почитать, что у нас за улучшения доступны. Стратегическое улучшение, контрразведка. Мешает проводить контрразведку. Местимость транспорта. Защита от супероружия. Устранение повреждений стратегических постройок и боевых единиц в казанной области. Интересно. Что бы ты спросил мне? Так. Это всё, конечно, хорошо, но у меня скоро будет достаточно ресурсов, чтобы изучить защиту от супероружия, да? Десятый день, кстати, идёт. Иерархи пока не торопятся, снова используя свой очиститель. Ну, я так понял, британские острова они уже уничтожили. Стерли, так скажем, с лица земли. Больше нет ваших британских островов. Что ж, знаете что? С Сахару мы отправимся уже в следующую серию, если, конечно, отправимся. А на этом сегодня всё. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами был Кейн. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok